Вас из Амстердама, вижу, вы с нами на прямой связи, прямо с улицы, прекрасная погода. Спасибо большое. В Киеве совершенно другая ситуация. Я в курсе, да, о снег, и я действительно видел это убожество, то, что сделала полиция. Я очень переживал, там реально, когда они говорят о безопасности кого-то, когда нападает на 100 человек, человек 500, и причем эти люди вообще не сопротивляются сначала, потому что видно было, что сопротивления не было, когда акция имела мирный характер. И когда вся акция несла абсолютно карательный характер, когда министр внутренних дел, Аватов, настоящий маньяк, просто смакует детали, как они били голову, называют это прикруткой. И это все время об этом говорит. Когда президент, который является гранатом Конституции, при этом молчит, я думаю, всем все понятно. Я, знаете, и когда меня вывозили сюда, меня хватало несколько десятков человек, и какое мог оказаться сопротивление, несколько десятков человек. И несмотря на это, они всю эту дорогу, всю дорогу меня, знаете, как с собачьим сердцем, тушили, тушили, тушили шариков, всю дорогу меня хватали за горло, хватали за волосы, всю дорогу угрожали, и при всем то, что я абсолютно никакого сопротивления не оказывал. Поэтому эти рассказы про то, что они там какие-то инструкции соблюдают, это бред силой кобилы. Всем понятно, что это была карательная акция, всем понятно, что президент, который является каратом Конституции, не выполняет этой функции, то есть всем украинцам должно быть понятно, что президент не только не будет их защищать, но будет еще больше и больше принимать эти устрашающие акции. Президент, который ничего хорошего не смог сделать для народа за 4 года управления, управление которого связано с кровью, с лишением народа, президент, который призывает прикрутить и снизить газовый градус, в это время утопает в роскоши, и просто сам с пальцем не шевелил, что хочет что-то как-то разделить народное дворе, и при этом единственное его обращение народным, это наказание, это просто вот эти наезды, эти избиения, и на грани фола, потому что там люди могли погибнуть, там же несколько человек в очень тяжелом состоянии, так же как меня когда брали, там, ну, прицали оружием, там в любой момент могли быть выстрел, но он все время рискует, он все время рискует, не научившись ничем, ни опытом истории законодательства, ни опытом Януковича. Поэтому точно так же, как Янукович считал, что он будет устрашать его, будет слушаться, Порошенко думает, что Янукович... Вот Янукович мне лично говорил, я хочу сказать, что вот Кучма был слабаком, а я сильный. И мне лично Порошенко говорил на марте, я не такой трусливый, как Янукович, я буду сражаться до конца, если нужно, я веду военное положение. То есть, а каждый из них думает, что они круче предыдущего, и каждый из них закончил, по крайней мере, предыдущий закончил очень плохо, я бы не сказал, что Кучма закончил слишком хорошо, но предыдущий закончил, когда с Рапичкой, и это закончится еще хуже, и мне даже страшно думать, что это будет очень хуже, но мне все равно, что будет для него хуже, главное, чтобы для народа Украины не было тех тяжелых решений, которые они видели после правления Януковича сразу. Ну, я не знаю, Леонид Данилович Кучма все-таки два срока отбыл президентом, и ушел на заслуженный покой в статусе президента, сейчас участвует и в переговорах, выжив, по жизненному статусу президента, позиции Украины на разных международных площадках отставят, поэтому у Леонида Даниловича все хорошо. А я вот хочу спросить, почему никто не вышел под Верховную Раду, в том числе и ваших коллег, Рухановых, ЦИЛ, народных депутатов, которые близки к вашей силе, почему они не вышли с волной возмущения под Верховную Раду после того, как произошло? Ну, наши сразу же потом поехали в полицию, я видел, что уже кадры по дереваку не было, на самом деле, в Киеве, все остальные наши активисты, лидеры Киевской организации, они бегали по полициям, они там собирали факты, они ездили в больницы, это все было, но главное, что мы собираемся сейчас делать, и мы не должны это оставить без ответа, потому что если гражданское общество оставит этот беспредел без ответа, этот беспредел будет учащаться, и мы же все понимаем, что Порошенко нет шанса выиграть выборы. Единственный метод, ему создать хаос, создать беспредел, создать насилие, и на фоне беспределения насилия каким-то образом, каким-то образом, я не знаю, чудотворным, для него создать второй срок. Поэтому, когда мы сказали, что 18-го мы проведем большой марш, это не означает, что каждый день не раздействует. Например, вчера в городском областном совете СССР вошли граждане, абсолютно мирно, с плакатами, и потребовали, начали собирать подписи по отставке Порошенко. То же самое происходило в Виннице, то же самое происходило в 20-ти других городах Украины происходит. То есть сначала мы каждый день где-то что-то делаем, а 18-го мы делали для того, чтобы две недели на подготовку, чтобы это не было, мы не дали осечки, мы должны во всех городах Украины провести марш и сказать, что беспредел власти не пройдет, что нас очень много. В прошлый раз на этом марше было общей сложности 100 тысяч человек, в этот раз должно выйти 200 тысяч, но я хочу напомнить, что в прошлый раз это было 20 городах Украины, и сейчас должно быть больше городах. И мы должны сказать, что чем больше нас будет, тем труднее будет что-то с этим делать. Потому что, знаете, сама полиция говорила протестующим перед Радой, я там среди протестующих тоже бывал, но у вас слишком мало. Если у вас было больше, вы бы потолкались, а мы бы отступили, мы нам не хочется защищать парижную власть. Поэтому мы должны показать, что у нас много, что мы мирные, но мы, это спокойная сила, у которой есть очень решительные намерения по поводу этой власти. Мы должны эту власть подвинуть, аликархат мы должны подвинуть. У меня, знаете, руки, которые ставили на колени наших ветеранов, это сознательно было, это те самые руки, которые хватали меня за волосы, это те же самые руки, которые там, ну, совершенно намеренно убивали Сашку Билова, хотя не было в этом никакой необходимости, он не сопротивлялся. Вот эти руки, это коллективные руки, Берашенко, Авакова, аликархата Украины. И у меня по поводу этих рук есть как это предельно. Мы должны сорганизоваться, у нас, конечно, все должно пройти мирно, но у меня четкий намерение эти руки у них оторвать. Если у них не оторвать руки, они всегда будут душить не только меня, и других, весь народ Украины. Михаил Николаевич, издание «Грузия онлайн» пишет, что Михаил Саакашвили заявил, что намерен развалить президентство Иванишвили и вновь возглавить родную страну. Чуть подробнее, пожалуйста, о ваших планах возвращения Грузии. Это такое же парижное агентство, как фейковое, которым полна Украина. Это неправда. Я сказал следующее, что в этом году Грузия президентские выборы. По закону, естественно, я не могу не баллотировать, потому что меня забрали грузинское гражданство. Кстати, когда договорились с Порошенко, грузинские, украинские олигархи Порошенко и у Иванишвили крупнейший частный, Александр, Аксения Газпром, всегда действовали вместе, координированы против меня. И я, конечно, не могу баллотироваться, но моя партия будет выдвигать через праймерис кандидата, так же, как через праймерис кандидата будет моя партия в Киев выдвигать вместе с другим партием кандидата президента Украины. Это правильная система. И мы будем побеждать и там, и так. То, что грузия олигарх, частный акционер Газпрома, владея ситуацией, для меня никакой разницы нет между грузинским олигархом, между Валитой Мальдивской, между Ахметовым, или там между Пинчуком и другими украинскими олигархами, они все для меня одна шайка-лейка. И для меня борьба против них, это борьба против тех людей, которые хотят в нашей стране и дальше душить народ, и дальше заставлять его, как они сказали, прикрутить себе газ и так далее. Каким-то образом Порошенко хочет, чтобы народ спал градусно газ, а в это время с Ахметовым зарабатывает бешеные деньги на энергетике. Михаил Николаевич, что более вероятно, ваше возвращение в Грузию или ваше возвращение в Украину? Я однозначно вернусь в Украину, это не исключает того, что я после победы буду приезжать в Грузию, но то, что мы в Украине должны олигархат убрать от власти, то, что мы Порошенко должны наказать, то, что мы должны прекратить парамсту и навести порядок, то, что наконец-то в Украине должны развиваться двузначные цифры экономического роста, у нас есть все расчеты, как это сделано, то, что наконец-то украинцы должны перестать уезжать, это однозначно касается, для меня, конечно, моей борьбы и в Украине, и в Грузии. И то, что абсолютно одинаковая проблема, и там, и там олигархи, и там, и там, они захватили все бизнеса, занимаются рейдерством, в душе всех остальных, и там, и там массовый отток населения. Скоро в Грузии вообще не остается население. Украине выехало, скоро выйдет большая часть туда способна население. Одинаковая проблема, поэтому эта борьба неразлучима. И более того, у нас одинаковый враг, это Путин. И когда мы 18-е выходят, это день, когда у нас украли Крым, и мы должны сказать, нет путинизма в Украине, путинская система в Украине не пройдет, и система, когда у нас украли внешние враги Крым, а внутренние враги, а Порошенко это враг Украины, олигархи это враги Украины, Иван Ширьев, это враг Грузии, кстати, враг Украины, потому что активно работал против Украины тоже, совершенно открыто от имени Москвы. Эти люди должны отвечать, и им должны воздаться по заслугам, по их, и точно так же, как мы должны бороться против Путина. И я эту борьбу не делю. Мы не сможем победить Путина, не победить внутренних врагов, внутри олигархата, потому что олигархат всегда нас будут продавать, и сливать, в том числе, Путинской России. Вот и все. Михаил Николаевич, можете определить сроки, приблизительно, когда вы возвращаться, собрались в Украину, чтобы люди понимали, люди, которые вас поддерживают? Как только у нас будет очень много людей в Украине, на Майданах, я найду способ вернуться. В 2014 году, когда собрался Майдан, я прилетел из Нью-Йорка, срочно в Варшаву, ездил по всей Европе, собрал большую группу европолониментария, первую большую иностранную группу. И когда, в начале декабря, мы приехали, я был в черном списке, на границе точно так же, как я в черном списке сейчас. Мы приехали на полетель на польском самолете, и меня окружили со всех сторон европолониментария, поскольку люди уже были на площадях, Парисполе, Погнаслужба была достаточно напугана, и они меня пропустили. Поэтому у меня уже есть этот опыт. Тогда я выехал, второе, потом Янукович все-таки заставил меня оставить Украину, точно так же, как они выбросили сейчас меня из Украины, но через некоторое время не стал Януковича. Так что у меня полное ощущение, что никогда эта свора не была такой слабой. Они сейчас говорят, да, но у них там сила. Да, никакая у них сила. У них сила против ста ветеранов, уставших, многие из них больны, были после многих месяцев противостояния перед Верховной Радой. Очень достойные люди. Действительно герои, но они были, реально их было мало. У них нет силы против миллиона украинского народа. На самом деле, эта власть гораздо менее консенсирована, чем власть Януковича. У Януковича эти злодеи гораздо более координированы были, а эти после того времени друг с другом сражаются, и свалятся. У них нет региона опоры, так как было у Януковича. У них даже потоки гораздо меньше, чем у Януковича. Они намного слабее, чем Учма Янукович. Их надо сейчас добивать. Мы будем очень неправильно поступать, если мы их там не добьем, потому что они слабы, как никогда. Они играли, извините, сейчас я закончу, Василий. Они просто сыграли, пытались проектировать силу в Верховной Радой с точки зрения крайней слабости. И надо быть очень незрячим, чтобы видеть, что они слабые. Надо их заканчивать сейчас. Обязательно. Михаил Николаевич, почему во время задержания не присутствовали в Палаточном городке народные депутаты Деревянко, Семенченко и другие, те, которые поддерживали Вас и долгое время находились в Палаточном городе? Деревянко вообще не было руки. Он был загрязнен, насколько я понимаю. Но я не знаю, как с другими, но одно хочу сказать, что люди, которые там были, это очень достойные люди. И вот я знаю Ориста, которому голову разбили и ребра сломали совершенно сознательно. Они специально пошли к нему. Там одной девушке даже голову сломали, бойцу протестующим, извините, выбили глаз. И вся эта история, когда подбросили гранаты, все. А что касается того, что, знаете, я не буду сейчас критиковать представителей других политических сил. Я хочу сказать, что сейчас мы должны научиться на эти разводки, не реагировать, это все подбрасывать, почему этого не было, почему тот бежал, почему этот... Мы... Он не добьется власть, чтобы я раскритиковал сейчас другого оппозиционера. Мы должны сейчас четко собрать ряды, не подаваться на эти разводники, не критикой друг друга заниматься, а всем политических сил нашли мужество сделать совместное заявление. Это правильно. И нас не должны сейчас ни в коем случае разобщить. Наша сила в единстве. Поэтому, независимо от того, какие у меня могут быть критические соображения к тому или другому, я не буду сейчас четко на это концентрироваться, потому что у нас один враг, а тот враг настолько беспредельный, настолько аноморальный, настолько он реально против всего украинского и против всего человеческого, что как бы... Про какие сейчас внешние внутренние раздорки должны идти речь. Но мы, конечно, должны привлечь много новых людей. Много новых людей, которые будут действовать совершенно по-другому. Нам нужна новая политическая, это не просто власть. Нам нужна новая политическая элита, новый политический класс, который будет служить народу, они будут считать народ за быдло, как Порошенко и все остальные. То есть все же они всегда были власти. Так это уже ждали, как раз и многие ждали этого после революции достоинства и говорили, что вот сейчас-то это достоинство как раз и выиграет и будет во всей красоте своей. Вы абсолютно правы. Посмотрите, что мы получили. Аваков всегда был власти, почти всегда. Порошенко всегда был власти. Я с ним в 90-х годов середины было власти. Кто из них не был при власти? Только один, там, Кличко, по-моему, где-то боксировал. Все остальные всегда были при власти. Так что мы получили. На высоком уровне. Поэтому, когда мы говорим новых людей, новые люди, значит, новые люди. Михаил Николаевич, которых не было. Да, буду вас благодарить. Спасибо большое за то, Спасибо, что вы включили. У нас все получится. Да, Михаил Саакашвили, лидер Руху Новых Сыл, третий президент Грузии с нами напрямую.